Время мне выступить с отчетным докладом. Почему мы вообще создали координационный совет? Оказалось, что русская диаспора очень разобщена в этой стране, что друг друга плохо понимают, несмотря на то, что мы вроде все говорим на русском языке, но, к сожалению, у людей, которые прожили всю жизнь в Советском Союзе, многие слова получили совершенно другое значение. Я очень благодарен всех, кто меня предупреждает, что некоторые слова просто не надо иметь особенно пользоваться. Я, например, написал в проекте декларации про компетентные органы, что здесь принято считать компетентные органы – это те органы организации, которые компетентны решать конкретную проблему. А в России вроде это считается все еще те органы, которые могут дать своим гражданам по ушам. Так что таких слов, которые немножко изменили свой смысл со временем, можно найти много. Ну и наш Координационный Совет из-за того, чтобы найти общий язык и преодолеть всякие недоразумения, взаимные подозрения и так далее, был организован так, что он не является зарегистрированным юридическим лицом. Для того, чтобы вообще не иметь возможности денежный счет в банке, или диспонировать любыми деньгами и так далее, мы просто пресечь в самом начале все возможные подозрения. Координационный Совет, так как и слово «совет» довольно-таки переборчено за последние 70 лет, просто задуман как платформа для общения. Платформа, где будут люди советоваться друг с другом, помогать друг другу и координировать свою работу. За последний год сделано довольно много работы. Я не буду вас задерживать перечнем всего, всех мероприятий, которые осуществились, их очень много и они очень много пользы принесли. Но оказалось также, что действительно не так все у нас получается, не так все хорошо, как хотелось бы. Наш коэффициент полезного действия немножко ниже, чем у паровой машины. Там около 16%, а мы, я так и могу оценить, работаем с коэффициентом полезного действия где-то около 10%. Но тем не менее, люди, энтузиасты работают просто для души и от души. Слава Богу, что это так. Но тем не менее, есть много общих проблем, которые нужно решать более конструктивно, более оперативно и более эффективно. Эти проблемы должны были бы решать официальные органы. Но они пока еще не привыкли к этому, что это их дело. Например, я считаю, что защита прав российских граждан, проживающих здесь, включая пенсионеров, это дело консульства. Они должны были предоставить юристов, помочь этим людям, которые попали в беду, и выручать их. Консульство пока что-то такое пытается делать, но тоже не очень эффективно. И много других таких проблем. Поэтому мы придумали сначала 7, потом расширили 8 основных проблем, или тем, по которым нужно работать более сосредоточенно. Вы видите их на экране. И сегодня выступят представители этих всех 8 секций и расскажут о том, что они собираются делать. И пригласят вас просто работать. И приглашать еще других людей, которые они просто не хотят быть организованы. Тем не менее, эта тема их волнует и интересует. КОНЕЦ Продолжение следует...